Первый этап реализации проекта улица Родная в самом разгаре. Уже спиленность десяток старых деревьев. Еще осталось вот эти два тополя. Завтра мы их убираем. И начинаем. Уже сегодня отбивали вот этот забор. Он будет восстанавливаться полностью, школьный забор. Красится. Потом вот эти фонари, которые стоят, тоже самое они будут краситься. Посмотрим, снимем плафоны, посмотрим, они восстанавливаются. Главная цель проекта – сделать улицу Леонова такой, какой она была в 50-х годах прошлого века. Проконтролировать ход работ приехал главный инженер комбината «Запорожсталь» Владимир Буряк. Проект внес свои коррективы. Предложил восстановить существующий забор с обеих сторон улицы. Законченную форму. Вот смотри. Я так понимаю, не понимаю. Раньше по проекту это была калитка. Калитка, да. Здесь калитка была. Там тоже калитка. Ну, как бы под каждый этот самый. Ну, хотя бы как-то придумать. Сумма инвестиций в проект – 80 тысяч гривен. Не исключено, что на восстановление ограждения придется выделять дополнительные средства. Этот проект разделится на две части. Первая – это к первому сентября облагородить. Это пешеходная часть. А к первому ноября, с учетом того, что высадка деревьев, как обычно, делается октябрь-ноябрь, дабы не пропали эти зеленые насаждения, на месте всех этих спиленных деревьев будут высажены новые деревья, которые со временем дадут облик и красоту этой улицы. Ухоженность и красоту улицы придаст и чистота в соседних дворах. Сейчас похвастаться этим жители не могут. Помощи от коммунальщиков нет, справляются своими силами, но этого недостаточно. У нас во дворе вечно не метется толком. У нас дворник убирают через раз. Короче говоря, двор этот вот рядом со стадионом, с таким должен быть тоже ухоженный. Не только вот это, сколько то и Леонова там. Решить проблему жильцов вполне реально, говорит Владимир Буряк. Если у вас есть желание, мы можем провести в вашем дворе субботник из тех объемов, которые вы можете представить. То есть наши материалы какие, наши какие-то... Я же еще раз говорю, давайте определимся, определимся что-то. Чтобы не быть не голосовым. То есть конкретный перечень работ, конкретный перечень материалов и, пожалуйста, все это сделаем. Ваши руки, наши материалы. Жители уверены, их двор может стать образцовым в областном центре. Для этого есть все предпосылки. Необычная инфраструктура, энтузиазм жителей, а также их стремление сделать город лучше. В 13-м доме возле второго подъезда. Там, во всяком случае, можно было хотя бы завести щебенку и залить бетоном. Уже ничего мы не просим. Скорая помощь. Вот я семь раз мужу вызывала скорую помощь. Вы знаете, сколько я от врачей? Ладно, мы не говорим о жильцах, а нас никто не думает, не заботит. Вот уже небольшой объем под субботник. Для того, чтобы заставить городскую власть работать, самых активных жителей двора Владимир Буряк пригласил на вторую городскую конференцию по вопросам ЖКХ. Она состоится во второй половине августа. В ходе конференции будут составлены юридически грамотные коллективные обращения граждан к местной власти. Выполнение этих заявок будет контролировать громада города. Ирина Погоренная, Юрий Васильченко, ТВ5.